Друзья, сегодня на улице дождь, а у нас шопинг. Ничто не может помешать вашему любимому занятию. Так что пойдем со мной в метрополис. Это мой самый любимый, когда будет заходить на свет, потому что здесь представлены почти все мои любимые москвады. На мне сегодня костюм H&M Studio, на сайте брал, и ботинки Blue Hairy Zara. А, и водолазка Unicom. Свой шопинг в метрополисе я всегда начинаю со второго этажа. Здесь есть такой уголочек, где собраны все три моих любимых бренда. Это японский Unicom, итальянский Benetton, стопика, вода жирна, литские и шведские чага. Ты представляешь, в Unicom не разрешили снимать. Ну и ладно, их потеря. Пойдем лучше в Benetton зайдем, посмотрим, что нового предлагает итальянский бренд для того, чтобы носить осенью. Пойдем. Сразу же посмотрим на новую коллекцию. Смотрите, что мне понравилось. Здесь, кстати, в Benetton очень хороший выбор пальто и для девочек, и для мальчиков. Мне кажется, это очень такой интересный халат-пальто. Очень красивого цвета. Такой, кафейный, что ли. Потом мне еще понравилась вот такая вот блузка. Мне кажется, прикольно. Смотрите, здесь мишки нарисованы на принте. Вот, потом мне понравился вот такой пиджак. Очень такой классический, красивый. И вот такой плащ в английском стиле с вот такими крылышками. Правда, классно? Вот. Потом. Вот такое красное из эко-кожи. Или это кожаная? Нет, это, скорее всего, эко-кожа, но прямо очень красиво. Такая красная юбочка. Осенью как раз. Давайте посмотрим, что Benetton предлагает для мальчика. В мужском отделе я всегда смотрю верхнюю одежду, курточки и рубашки. Вот здесь очень интересный плащ. Такой классический, коричневого цвета. Я бы очень посоветовал. Затем есть черный пуховичок. И вот такие курточки с капюшончиками. Но они такие коротенькие. Мне кажется, с джинсами вполне нормально будет смотреться. Но в офис, конечно, такой не оденешь. Диапазон цен здесь вполне нормальный. Рубашки можно купить за 2-3 тысячи. Кофточки за 5. Верхнюю одежду в районе 20 тысяч можно. Кстати, здесь до сих пор идут скидки. Так что бегом в Benetton. Так, ребят, в H&M я пробежался. Что-то... Мне кажется, вам нечего показывать там. В Зару мы не пойдем сегодня. Там снимает Саша робот. Вот такой стол. Адепто очень мужское. Ребят, я в шоке. Зара стала просто адептом минимализма. Посмотрите, какая здесь коллекция. Значит, здесь классические костюмы всех базовых цветов. Серый, все оттенки. Также есть такие плащи. И пальто. Тоже все серое. Потом, посмотрите, вот здесь есть такие тоже хорошие пальто. Кремовый, бежевый, серый. Потом, смотрите, вот тоже такое пальто. Тоже абсолютно минималистичное. Это где? Тоже, смотрите, все серое, коричневое. Вот разве что зеленое. А, наконец-то! Что-то в стиле Зары. Та-дам! Как вам такая рубашечка, чтобы разбавить минимализм. И пальто, пальто, пальто. Давайте посмотрим, что еще предлагают. О, здесь намного веселее. Смотрите. Спортивки. Та-дам! Рашин стайл. Пошел. Джинсовые. О, жилетки, жилетки. Сейчас это просто писк моды. Но это такая не очень минималистичная жилетка. Давайте посмотрим, может что-нибудь другое есть. Вот это в стиле прэппи тоже очень даже хорошо. Здесь тоже слишком много надписей. Ну, вроде бы все. Что-то как-то особо ничего интересного. Пойдем. В Заре очень хороший выбор. Повседневные одежды. Всякие спортивные. Всякие футболочки. Очень минималистичные, очень классные. Обожаю такие футболки с широким воротом и без всяких надписей. Очень хороший выбор. Джоггеры, худи, джоггеры. Вот такие. Очень круто. Минималистично. Кроссовки. Прикольные тоже. С кожей здесь не очень. Здесь они используют дермантин. Поэтому не очень советую. О боже. Вот это просто мастхэв. Смотрите, какая классная рубашка. Мне бы она подошла. Дождусь распродажи и обязательно куплю. Ну, вроде бы все. Все. А напоследок давайте зайдем в мой любимый Сандро Берис. К сожалению, здесь, тяжелее для меня, в Митрополисе представлена только женская коллекция. Мужские коллекции представлены зато цветной и баклей. Давайте посмотрим, что предлагает французский бренд «Ланшери» для «Ланшери» для «Ланшери» на осень. Итак, Александр Берис. И я забыла, что этой осенью французская марка предлагает девушкам быть очень элегантами на монету францужины. Первое, что мне понравилось, это черный пиджак. Там все таки. Такие брючи. Мне кажется, они как и круто. В этом можно пойти на работу с утра. А вечером какую-нибудь крутую вечеринку. Затем здесь очень много новых коллекций. И очень много таких пиджаков. А-ля Шанель. Вот есть такой красный вариант. Очень красиво. Также есть еще вот такой белый вариант. И еще мне понравился аппель. Вот этот. Прямо как Шанель-Шанель. И вот этот. Смотрите, как классно. Здесь также представлены вещи. Коричневые тона. Смотрите, фото. Там нормально. А вот эта часть. Мне очень понравился. Биджак. Коричневый. И здесь такая штучка. Лампанк. Как прикольно. Вот. Жилетики. Как же их с жилетиками. А с этой штучкой. Такая яичка. Шот. Шот. Очень красиво. У нас снова. Шанель. Типа. Типа. Вышли. У меня нравится. Типа. Здесь вот такой маленький кардиган. Вот такой литок. И пьяц. Тресенький. Ставка. Мне кажется, это очень красивый пальто. Это пальто мне нравится. Очень строго. И монистичное. Очень красивое. Но вы не подумайте, что Сандро О'Перрис делает только вещи для фокуса вечеринок в стиле французского расширка. Здесь также представлены повседневные модели. Допустим, такая куточка джинсовая с ромашечкой. Здесь вот такие же джинсы. Широтные. Сейчас я могу широтные джинсы. И как шоколад. Это очень красиво. Самое. И зобуви, и других аксессуаров. Обратите, пожалуйста, внимание на фокеры. Это прям мисс. Мисс сезон. Смотрите, какие шикарные, ликерованные. Также на казаки. Идеально будет смотреться с выручным костюмом. А также мои любимые челсы. Здесь вы смотрите, какая прикольная штучка на носу. И они для них идеальны для московской области. Из сумок мне очень понравились вот эти шоколады. Как такие красивые шоколады. Ну, а если более практичный вариант. Такая шкурка. Она мощная цепь. Мне кажется, сюда можно ввести все, что нужно для девушек. Но цепь тяжелая. Что касается диапазона цепь. Цепь, конечно, выше, чем в Москве. А здесь довольно-таки есть геоэкономические распродажи. Цепь, 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 цепь. Бальто около 50. А обувь около 30-35 тысяч. Друзья, ну вот. Мы сходили по магазинам. Посмотрели осенние коллекции. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. В следующий раз, я надеюсь, будет интересный год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова